Я всех приветствую, братья сталкеры, с вами Димак. И это вторая часть видео о топ-5 лучших костюмах в аномалии 1.5.0, версии бета 3.0. Я продолжаю рассказывать о броне костюмах в аномалии, но перед тем, как перейти к топам, я предлагаю вам посмотреть первую часть. Перейдите, пожалуйста, в описание, там есть ссылка на первую часть, а те, кто уже посмотрел, могут смотреть это видео дальше. В прошлой части я говорил, что один из классов я поделил на две части, и о второй части этого класса мы сейчас и поговорим. А именно о костюмах с замкнутой системой дыхания. Всего в аномалии 32 таких костюма. И по большей части некоторые схожи друг с другом. Именно поэтому выбрать определенное количество не составляло большого труда. Ну что ж, давайте уже перейдем к самому топу. На пятом месте нет ни одного костюма. Как я уже говорил ранее, большая часть бронекостюмов схожи по параметрам. Ну, конечно, они не схожи на все 100%, но частично какой-то процент параметров одинаковый. Ну, а на четвертом месте у нас расположился научный комбинезон Искатель. Этот комбинезон чуть-чуть отличался от всех тех, которые можно расположить на пятом месте. Поэтому он попал в мой топ. Ну, а на третьем месте расположилась группировка Долг со своим комбинезоном ПСЗ-9МД Егерь. Странно, группировка Долг славится своими прочными костюмами, но у этого бронекостюма есть какой-то баланс. Потому что у некоторых комбинезонов вообще нет никакой пулестойкости или защиты от разрыва. А у этого какая-то есть. И как-то она очень хорошо комбинируется к другим параметрам, которые защищают персонажа от аномалий. Ну, а на второе место у нас попали ученые со своими комбинезонами ССП-99М. И количество этих комбинезонов не такое уж и маленькое. Но в топ попали всего лишь пять. Это комбинезон ССП-99М Сапфир, Эколог, Рубин, Топаз, Алмаз. Все остальные, которые не попали в этот топ, были чуть хуже по параметрам, и поэтому я их просто сюда не вписал. Но мне кажется, если бы мне попался какой-то такой же комбинезон, который не входит в этот топ, я скорее всего бы его отремонтировал и пользовался им. Но это все сугубо мое мнение. А на первое место, как ни странно, попала группировка наемники со своим бронекостюмом ЗСДУ-АС. Ну вот и подошел к концу средний класс бронекостюмов, и мы перешли к тяжелому классу, по моему мнению, самому лучшему из всех этих классов. Всего в этом классе 68 бронекостюмов. 27 из них это экзоскелеты. 9 из них это прототипы экзоскелетов. А 18 это полноценные экзоскелеты. Тяжелый класс я разделил на подклассы, и первый из этих подклассов будет прототипы экзоскелетов. Второй подкласс это бронежилеты. Третий подкласс это экзоскелеты. В первом и втором подклассе всего 3 места. А в третьем подклассе 5 мест. Ну давайте перейдем к этим местам. И начнем мы с прототипов экзоскелета. На третьем месте у нас находится бронекостюм Булат с прототипом экзоскелета. На втором месте находится комбинезон экологов с прототипом экзоскелета. Ну и на первом месте ПСЗ-9Д броня долга с прототипом экзоскелета. На самом деле я не хотел сильно заострять внимание на этих прототипах, потому что характеристики этих костюмов весьма скудные. И по большей части они нужны для того, чтобы переносить с собой очень много вещей. Поэтому если у вас много хабара и вы нашли этот прототип, можете его надеть и идти до укромного места, либо до своего тайника. Проблема будет в том, что у этих прототипов нет возможности бегать, поэтому будет немного трудно. Но мы идем дальше. Во втором подклассе у нас находятся бронежилеты. И на третьем месте у нас расположился ТБ-1. Свободы виноградный лист. Виноградный лист в описании вроде бы написано, что это камуфляж. На втором месте у нас расположились наемники со своим бронежилетом ТБ-1 наемники Саванна. Ну а на первое место, конечно же, попала группировка Долг. Со своим бронежилетом ТБ-1 Долг городской камуфляж. По большей части о бронежилетах все. Некоторые бронежилеты не имеют камуфляжа, но их параметры чуть хуже, чем у этих. Но все равно выбор будет за вами. А мы переходим к самому заветному. Экзоскелеты. Разработчик Аномалия добавил новые виды экзоскелетов под названием носороги. Если вам попадется один из носорогов, то вам жутко повезло. Советую его с собой взять, потому что параметры у этих экзоскелетов почти одинаковые. А остальные параметры чуть-чуть хуже, чем у топов. К сожалению, так получилось, что на пятом и четвертом месте нет ни одного экзоскелета. Так же могло произойти и с третьим местом, но этот экзоскелет, к счастью, был чуть лучше тех, которые могли бы находиться на четвертом и пятом месте. И это экзоскелет военных. В втором месте находится экзоскелет Монолита. Ну а на первое место попали два экзоскелета. Это экзоскелет носорог Свободы и экзоскелет носорог Наемников. Перед тем, как заканчивать видео, я хотел бы сказать немного про эти экзоскелеты. Всего этих экзоскелетов 9 штук. Но Свободы и Наемников лучше по большей части всех тех, которые есть вообще. Я говорю, что в третьем подклассе будет 5 мест, а получилось всего 3. Хотелось бы вам тогда посоветовать экзоскелет носорог ИИГ. Кто не смотрел первую часть ИИГ, это группировка Интернационно-Исследовательская группа. Если вы найдете этот экзоскелет самым первым, советую его проапгрейдить и побегать в нем. Вне стрима я бегал в этом экзоскелете, естественно без апгрейда. И мне он весьма понравился. Так что я бы его впихнул все-таки на четвертое место. Характеристики этого экзоскелета вы сейчас увидите. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось это видео, прожмите лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик. Подписывайтесь обязательно на группу ВКонтакте. Расписание стримов вы можете увидеть в этой группе. И хотелось бы еще кое-что добавить. Это не последнее видео по аномалии. Ну а с вами был Димак. Всего хорошего. Не болейте, берегите себя. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok